это вот этот блок маленький который вот я хотел вот эту но она оказалась забронирована остается либо ну а здесь еще минус это улица вот такая проходит проход проезд либо вот этот угол брать здесь у тебя будет свой выход к бассейну либо в третьем корпусе в принципе ну вот я склоняюсь либо к 1 либо ко второй вот это 1 это 2 это первая квартира это 2 квартира это первое это первая квартира вот он план видишь первая квартира а все поняла вторая квартира лучше конечно верно вторую здесь прям над бассейном ты будешь висеть как бы крик в общем ребятки я думаю вы понимаете уже по названию и по кадрам который вот мы сейчас размышляем что за выпуск сегодня нас ждет да действительно мы решились сразу отрублю вот эти вопросы в комментарии откуда деньги все просто здесь ребята из викингов дают очень крутую рассрочку и очень крутые для нас условия на момент записи выпуска мы еще как сказать руки не пожали ничего не подписали но мы уже почти договорились у каких-то нам специальных для нас специальных условий об этом сейчас выпуске все поймете сразу начаться сказать о том что если вы зададите вопросом почему я так мало участвую вот в поисках квартиры вот просмотров осмотрах квартиры так далее потому что это идея носить давно еще с 21 года когда мы пират своим ходом приехали в турцию и изначально я думала что вот нам бы побольше чтобы жить семьей там а сейчас я понимаю что нужно начать с минимума и с инвестиций просто за что-то зацепиться нам это очень важно я об этом буду сейчас говорить в выпуске и вам рассказывать почему именно так мы решаем и именно так мы решим сделать вот поэтому мне не принципиально планировка где ты будешь спать где я буду спать потому что единственное что важно действительно это выбрать какое-то место потому что в дальнейшем это будет ну наверно важно как в плане даже если даже сдачи квартиры или продажи квартиры в общем нам эта квартира нужна а чтобы зацепиться второй момент то чтобы она сдавалась третий момент чтобы мы могли в любое время приехать в турцию нас была своя какая-то база ну и четвертое чтобы наши родственники могли тоже также в любое время приехать и у них была бы крыша над головой все ребятки в этом выпуске мы ответим на все вопросы потому что я как всегда буду ходить с димой буду до него докапываться потому что не просто какая-то информация для вас эта информация прежде всего для нас и в этом выпуске мы будем задавать все вообще вопросы которые нас интересуют при покупке и также пообщаемся с нашими зрителями тоже до них докопаемся получим от них обратно из которой здесь уже купили вот так что садитесь поудобнее бумажки это хорошо выпуск лучше поэтому просто погружать смотрите и пишите свои комментарии ребятки в 2023 году когда мы здесь были жили в кемере я показывал один объект не ну как объект это по сути было поле на самом деле давайте вернемся в прошлое и вот тогда комментариями были такие знаете вопросы тире предъява вот когда вы здесь купите тогда мы это же купим типа как можно вообще покупать то то что неизвестны и поле так вот ребятки на самом деле смотрите сейчас прошел почти год ну ладно окей полгода мы здесь сейчас здесь уже далеко не поле и этот тот объект который стоит приобретать сейчас по очень крутым ценам и самое важное что именно этот объект будет сдаваться будет управление он подойдет под все законы вот эти новые которые сейчас вели что люди которые покупали под сдачу она сейчас хлопнется а этот объект будет процветать но об этом сейчас чуть позже расскажу именно в этом объекте мы для себя и рассматриваем значит недвижку а что за объект и давайте сейчас восстанавливать память как говорится и смотреть что же там такое мы по-прежнему в кемере здесь красивейшие горы река вот эти невероятные горы вот здесь вот буквально там раз два три сколько-то до шагов и море и добро пожаловать почти построенный комплекс реверсайт ну и к вашим услугам славик и димон здорово дим давай так сначала первый вопрос на самом деле вот многие нам говорят есть риэлтор у вас там с того года есть какой-то риэлтор давай всем быстро объясним ты риэлтор или нет нет я не риэлтор мы раб я работаю в компании викинг уже работаю второй год я отвечаю за работу с партнерами и тут подожди подожди мои пять копеек я тоже работа в компании видим снимаю видео с партнерами с агентствами недвижимости с блогерами да то есть такими как вы ребята и поэтому а ну и также сопровождаю веду сделки по русскоязычным клиентам потому что у нас а еще ты основатель здесь кемере русскоязычного комьюнити и викинг ну можно сказать да то есть нас это все нет не можно сказать я тебе говорю ты чё то есть я как бы придумал эту концепцию что сделать такую как бы викинг семью да викинг фэмили мы ее называем у нас есть общий чат у нас есть совместные мероприятия да турецкие ночи мы проводим это бонус к покупке квартиры до проводим выезды куда-то на природу очень любим там на нашем канале вы можете посмотреть очень много видео про разные красивые места но и в целом да то есть основная проблема всех кто сюда переезжал например да в прошлом году это то что трудно найти сообщество да потому что там ну ладно ты там месяц-два как бы ты можешь насладиться скажем так полной мере семьей своей потом тебе все равно нужно общение нужна среда в которой ты будешь и себя как-то реализовывать какие-то новые знакомства заводить новые бизнеса может быть здесь на территории турции придумывать и вот это наша комьюнити очень сильно помогает это такая водная история которая на самом деле очень нужна и по нашим вот зрителям кто от нас покупал квартиру они конечно кайфуют от того то что они могут ходить общаться в движухе участвовать то есть покупаешь квартиру еще попадаешь в эту классную среду в общем про этот комплекс про себя скажу почему мне понравился во-первых смотрите да он будет стоять прямо на дороге прямо на дороге которая ведет к морю и соответственно в каньон возле риверсайда есть наш любимый каньон на которой мы летом постоянно гоняли там спасаешься просто от жары там очень круто там идет старая дорога на анталию горная там есть куча пещер старинные деревушки в общем-то очень красиво там эта дорога требует отдельного путешествия мы сейчас дойдем до каньона покажу какие там красоты вот мы доехали здесь каждый раз когда мы приезжаем какие-то есть новшества вот поставили деревянный вход наверное здесь что-нибудь напишет на русском языке добро пожаловать самое клевое то что ты живешь до буквально там в пяти минутах езды от такого места такого заповедника это наверное одно из самых больших преимуществ да вот этой локации то что ты можешь пойти пешком и сразу погулять надо даже не туда выезжать и чтобы понимали вот это вот это и если киевская тропа она проходит вот так вот так и вот где машина едет на мост и уходит дорога туда вот высоко в горы здесь можно ходить только так вот это да вот я сколько раз диме говорю давай сверху сиганем отсюда я здесь очень сильная глубина по идее если ногами добраться можно с камней с этих попрыгать конечно надо как-нибудь летом придумать а еще вот здесь можно приехать и покушать сейчас вот все закрыто понятно дело не сезон здесь это не даже вот так как-то все огородили но там вот есть и мостик не знаю можно нельзя сюда ну и ладно идем но в кафе здесь ничего нету пока скоро начнет работать а вот эти вот ванны здесь вот можно покупаться то есть берете с собой платки и вперед я здесь купался вот детские пожалуйста бассейны здесь он ребятишки могут спокойно поплескаться ну а взрослая ванна здесь повыше я покажу вот блин я идет не в кроксах это значит я не в безопасности о вот когда летом спустился по этим камням и пошел вот эти вот природные водопады это здорово здесь у тебя нет застройки никакой перед тобой ничего не будет ты получаешь лучшие виды но так многие могут сказать но на дороге же будут ездить машины а к это же не м4 ты чё вот да я и хотел сказать то есть на самом деле здесь дорога не проездная то есть это но это магистраль это дорога по поселку да по вот этому поселку куздере в котором мы сейчас находимся основной конечно плюс это открытой открытое пространство то есть соседство тоже новые дома да вот обратите внимание за нашим комплексом тоже уже строятся новые дома соответственно будет как бы новый райончик без каких-то там частного сектора без стаяки и так далее так видим комплекс по моему будет из 4 блоков да комплекс из 4 блоков да вот обрати внимание это первый блок 2 дальше идет блок и третий блок А четвертый маленький какой-то... Четвертый за последним блоком, а еще один есть маленький. Мы пока идем болтаем, я вам включу презентацию вот фоток. Вы еще можете посмотреть, как в принципе это все будет выглядеть. Но опять-таки, да, здесь уже не поле. Здесь уже есть что посмотреть, есть куда походить. И примерно понимать, какие виды у вас будут из окошка. По квартирам ты мне говорил, что здесь 1 плюс 1 и 3 плюс 1. Да, на первом этаже идут 1 плюс 1 с выходом к бассейну. Второй этаж это двухэтажные дуплексы. То есть квартиры 3 плюс 1, либо можно переделать в большую 2 плюс 1. То есть они порядка 100 квадратов, настоящих 100 квадратов. Однокомнатные порядка 50 квадратов. И в этих квартирах можно 1 плюс 1, 2 плюс 1 и 3 плюс 1 сделать. Ну то есть на стадии строительства человек, который хочет купить, он может быстро там себе переиграть, правильно? Да, либо еще можно, например, 1 плюс 1 на первом этаже купить, но переделать ее в 2 плюс 1. То есть в маленькую 2 плюс 1. Кухня будет без окна, но зато 2 спальника полноценные. Такой тоже вариант возможен. Что мы для себя рассматриваем, конкретно вот наша семья. Мы хотим взять, изначально зацепиться и взять 1 плюс 1, но я уже как-то говорил выше, нужно обговаривать условия. Как бы хорошие. То есть мне бы хотелось вот 3 плюс 1, они по-моему вот эти угловые, да, все я там смотрел на планировку? Нет, второй этаж весь 3 плюс 1. А, весь. В общем, взять 1 плюс 1, зацепиться, да, а потом в принципе можно всегда перепродать, пересдать. Ну и важно то, что мы-то в Турции в принципе долго не планируем находиться, жить здесь прямо постоянно. Мы все-таки путешествуем. И ее можно сдавать. Вот теперь мне кажется, Дим, очень важно рассказать как раз про этот объект. Почему этот объект будет сдаваться? И это номер 1 по ходу дела сейчас во всей Турции. Но то, что это номер 1 в Кемере, то даже без сомнения. А почему? Потому что, потому что, потому рассказывай. Да, на самом деле идея не новая. Я это подсмотрел в Анталии, начали уже так делать комплексы. И быстренько, быстренько с нашими коллегами мы это все дело обсудили. И решили именно этот комплекс сделать как апарт-отель. То есть, здесь изначально уже будет предусмотрена краткосрочная сдача в аренду. То есть, все собственники, покупая квартиру в этом комплексе, будут соглашаться на посуточную сдачу в аренду. Это очень важно, потому что законы в Турции поменялись. И сейчас все комплексы, которые до этого построены, значит, чтобы их сдавать, например, в аренду, нужно согласие получить всех абсолютно собственников. Что нереально сделать, это очень тяжело. Там еще лицензия нужна, маркировки какие-то. Вот, например, все ресурсы Airbnb, Booking, да, то есть, они уже прислали нам уведомление о том, что, пожалуйста, предоставьте лицензию, или мы вас с мая закроем. Поэтому с мая месяца примерно, может быть, там с июня, да, то есть, все объекты на Airbnb и Booking пропадут. Вот так вот. А наш комплекс, он будет, он сейчас один, единственный, наверное, первый. Ну, я уверен, что потом, конечно, новые строительные комплексы будут еще делать в таком ключе. Но пока он первый и единственный, он будет уже готов сразу по суточной, значит, в аренду. То есть, здесь будет стоять какая-то управляющая компания? Да. Учитывая, что у Вигинга есть много отелей, естественно, есть лицензия на все это. И... Да, пойдем, я покажу, что еще здесь есть в этом комплексе, чего нет, например, в других. И это классно подойдет вот под, как раз-таки, под концепцию отеля. Смотри, здесь есть минус первый этаж, так называемый, да. Для чего он? Который, ну, он просто технологически был предусмотрен, да, то есть, жилой это первый этаж, но, посмотри, какой первый этаж, он высокий, да. А минус первый этаж, это как раз-таки место, где можно сделать коммерческие помещения, то есть, сделать, например, ресепшн, да. Вот этот конкретно блок, чтобы здесь удобно было заходить, да, будет зона ресепшн. Ресепшн не обязательно делать на первом этаже. Здесь можно сделать какую-то зону, например, постирочных, там, белья, утюги, да, там и так далее. То есть, какие-то машинки можно даже... Ну, то есть, обыграть это все дело так, чтобы это был реальный апарт-отель. И в чем, да, плюс будет, то есть, ты можешь купить себе, как бы, номер в апарт-отеле. А как тогда ВНЖ, по нему тоже можно будет получить? А, конечно, у них статус, понимаешь, будет жилых квартир, то есть, это как жилые квартиры, но с лицензией. То есть, самое трудное сейчас это получение лицензии именно, чтобы все собственники дали согласие. В этом затык основной. Понял. А если мы изначально это декларируем и продаем этот объект как апарт, да, то есть, все автоматически на это соглашаются. Ну, и подписывают соответствующий документ. Вот. Мы как раз пришли в начало, да, скажем так, стройки. Это четвертый? Это четвертый блок, да. Ага, маленький. Особенность этого комплекса еще будет в том, что здесь три бассейна. Три бассейна? Да, представляешь, что здесь осторожнее смотри. Ну, да. Вообще, нежелательно, конечно, по стройке гулять, но... Сейчас нам напишут, почему без касок. Да. Вот смотри, бассейн уже, один из бассейнов начали закладывать. То есть, они длинные, не широкие, но их три. Ага. Вот. И с детским, как бы, с детским углом. Да уж. Слушай, ну вот смотри, мы, например, нацелены на, ну, пока, на 1 плюс 1. Какая будет площадь у 1 плюс 1? У 1 плюс 1 48 квадратов. А, ну, то есть, в принципе, это, это чисто или с балконом? Это с террасой, да, с террасой. Здесь все считается, как бы, с террасами. То есть, жилая примерно будет 38, наверное? Ну, наверное, где-то, наверное, под 40. Но, как я уже сказал, на первых этажах, вот там картинки ты, наверное, можешь прикрепить. Ну, да, да. На первых этажах эти террасы, они будут, их возможность будет застеклить. То есть, и, в принципе... А, сделать продолжение? Да, вот ты видел, там одна из квартир на Турленде втором, да, мы так сделали. То есть, они увеличили спальню за счет того, что заняли часть балкона. Здесь будут теплые полы? Или только на виллах вы это будете делать? Мы здесь будем, да, делать тоже теплые полы, потому что это одно из конкурентных преимуществ. Как выглядят, значит, теплые полы именно вот у викингов. Посмотрите выпуск, где мы снимали виллы шикарные. Кстати, вот в виллах тоже наши зрители покупали. Это хорошо, да, потому что зимой, конечно, теплый пол – это важно. Мы сейчас можем посмотреть вообще примерно вот, где будет 1 плюс 1 вот это вот выглядеть? Ну, вот, пожалуйста, допустим, угловая квартира. 1 плюс 1? Да. Вот это, я так понимаю, здесь подъезд, заход. И вот внутри это 1 плюс 1, здесь еще терраса будет. То есть, вот это полностью 1 плюс 1? Да, полностью. То есть, у тебя выход и туда, и сюда, и туда? Да, на обе стороны выход, и плюс еще выход здесь с террасы. Ну, вот эта угловая, она клевая, потому что вот у тебя будет здесь терраса, у тебя вид, вот, да, мне вот нравится вот угловая. Я даже на картинках досмотрел, я думаю, блин, если что-то брать, надо вот прям угловое цеплять, и будет… Слушай, ну, надо посмотреть, мы здесь уже вот пол этого корпуса мы уже продали. То есть, здесь, по-моему… Ну, началось, а… В этом корпусе, по-моему, да, 4 точно мы здесь продали. Не дадут поснимать, но дети звонят. Тем, давай, мы вот тут, видишь, квартиру выбираем. Давай дальше за уроки садись. А где? У нас перемены. Давай, перемены. Кто за нами давно наблюдает, знает, что мы уже давно говорим про то, что мы хотим себе здесь квартиру. Ну, да, у нас там нету котлеты такой, чтобы полностью вот так, чик, зайти и сразу там за кэш купить. Поэтому, конечно, вот у ребят есть рассрочка. Понятное дело, что мне будут условия какие-нибудь классные, но я хочу максимально классные. Вот прям как есть, говорю. Для вас, кто будет от нас покупать, во-первых, скидка есть, классно. Во-вторых, во-вторых, то же самое условие там сделают классные. По поводу того, что типа вот сейчас в Турции ничего не покупается там и так далее и то подобное. Как сейчас вообще дела? Стоит ли? Может быть, цены рухнут? Просто многие ЖК говорят, что надо сейчас подождать и цены упадут. Своё неэкспертное мнение, мне кажется, такого не будет. Потому что я всегда думал, а почему на Средиземке так дешево? Вот сейчас как-то давай вот ты, ты варишься прям полноценно в этом. Я так скажу, значит, у застройщиков цены пока не падали вообще. То есть мы сейчас, да, лучше торгуемся. То есть мы даём дисконт, скажем так, получше. Вот, например, изначально, да, там, как бы стоимость этой квартиры начинается, ну, в этом комплексе начинается от 175 тысяч долларов. Значит, это за 1 плюс 1 175 тысяч долларов. Да. То есть мы к этой цене можем хороший дисконт дать. В каждом случае он конкретно обсуждается. Смотри, у тебя будет тёплый пол, у тебя будет мебель. Вся абсолютно мебель. Техника. Вся техника, то есть это квартира под ключ. Это очень важно. Если в евро, например, перевести сейчас, это около 160 тысяч евро, наверное. Проще считать. 16 миллионов, грубо говоря, да? Да. 16 миллионов, ну это да, так, всё с мебелью, ага. Окей. Так, что касается там цены упадут и так далее. Да, действительно, на вторичном рынке мы сейчас наблюдаем, что цены там процентов на 10, где-то 15 подупали. Но у тебя нету в этом случае какой-то рассрочки, да? То есть и даже если там условно ты можешь договориться на какую-то рассрочку, а где гарантия, да, что ты, например, отдашь часть денег этому человеку, а он потом тебе там, ну ТАПУ перепишет, потому что ни для кого не секрет, что рассрочка здесь в Турции, она даётся до передачи ТАПУ. У нас в компании мы можем передать ТАПУ сразу, на неё будет наложено обременение, ипотека, как вот, ну, как в России. Но при этом ты получаешь ключи, живёшь. Ты получаешь ключи, ты получаешь ТАПУ, уже право собственности, и спокойненько платишь свой, как бы, долг. Сумма скидки на квартиру будет зависеть, конечно, от твоих возможностей. Ты сразу, например, можешь рассчитаться или там большую часть, или ты хочешь там растянуть этот Баян, как говорится, да, там, на большой какой-то срок. Ну, вот максимально на текущий момент, наверное, там, 3-4 года мы можем предложить рассрочку, может быть, 5 лет, да, но тебе 5 предложим, это точно. Я бы побольше хотел. Ну, к сожалению, пока, пока, наверное, больше мы никому не давали, и, наверное, пока не дадим, потому что всё-таки нам самим невыгодно, как бы, эти деньги увидеть там через 5 лет. Непонятно, что через 5 лет. Это к вопросу о том, какие цены. Да, сейчас наблюдается какая-то, ну, там, кризисная, да, ситуация. Она даже, наверное, больше вызвана тем, что в прошлом году очень большой был спрос. И все, кто хотели, они все купили. Сейчас мы, я вот наблюдаю, да, как бы клиенты, какие приходят, это богатые турки, в первую очередь, да, потому что ещё очень много богатых турков. И в Стамбуле, и в Анкаре, кто мечтает, там, себе дачу у моря, например. А тем более, её сдать под управление, под аренду, да, чтобы она... Под все законы подходящие. Конечно, конечно, чтобы она ещё доходит. У нас в этом году... Слушай, ну и русских тоже много богатых. Ну, надо понимать, что вот многие говорят, вот, там, иностранцы сейчас уехали из Турции, и никто не покупает. Иностранцы на общем рынке недвижимости занимают не более 5% покупок. А-а-а. Да, и может быть здесь... Серьёзно? В Кемере, в Анталии этот процент повыше, там, до 20-30%, но это не так, что все иностранцы уехали и покупки встали. Вот у нас в этом году, это год, вот, турков, да, самих, то есть они покупают квартиры. И плюс ещё сейчас стали покупать те люди, ну, тоже, как бы, богатые из России, да, которые не успели купить в прошлом и позапрошлом году. Соответственно, у кого ещё остались какие-то запасы, да, то есть те входят в эту историю. Вот. Ну и, конечно, наверное, те люди, которые мечтали о своей квартире у моря, о своем уголочке, да, здесь, ну, среди земноморской ривьери, так сказать, те, наверное, воспользовавшись шансом, там, рассрочек и так далее, да, то есть вот этих вот привилегий тоже захотят её приобрести. Ну, меня, конечно, лично подкупает история какая. Конечно, там даже 1 плюс 1 можно сказать, что, типа, ну, как бы это много. Многие же нам тогда писали, что вот, можно там за 75 тысяч купить, там, в Алании. Но здесь вопрос в следующем, как я всегда говорил, Кемер, не Алания. Кемер – это очень крутой город по природе, здесь всё по-другому. Поэтому здесь и недвижимость вся стоит, естественно, дороже. Ну и плюс здесь… А, здесь же ещё тебе даётся карта? Конечно, это весь пакет услуг. И ты можешь посещать отели, турецкие ночи и так далее, и тому подобное. Сауна, хамам, тренажёрка, бесплатные пляжи, я имею в виду, с бесплатными лежаками. Вот. В этом комплексе у нас тут, наверное, ещё, возможно, мы шаттл какой-то запустим. Здесь хоть и до моря недалеко, да, то есть буквально там, наверное, я не знаю, на машине тут меньше 5 минут езды, может, 4 минуты. Но, может быть, мы запустим или шаттл, или какой-то транспорт, да, который там, типа трансфера какого-то быстрого, которым люди этого комплекса будут пользоваться. Потому что комплекс достаточно большой по меркам Кемера и по нашим меркам. Здесь 54 квартиры, 3 блока, то есть достаточно большое количество жителей будет. В общем, что я хочу сказать, что, ну, пока, пока лично для нас, для нашей семьи, это вот прям лучшее предложение, которое, в принципе, здесь есть. И вписаться можно, конечно, по классной цене. Так что, если у вас есть вопросы, пишите, я там оставлю контакт Димы. Пишите ему, можете мне написать. Вот, но в любом случае помните про скидку от нас, говорите, что от нас. И давайте здесь соберем свое сообщество, чтобы здесь были зрители нашего канала, и мы здесь будем устраивать тусовки, да. А я бы еще хотел добавить, для тех, кто сомневается, там, что цены там упадут, не упадут, они уже подупали, и, как говорил небезызвестный Уоррен Баффет, покупай, пока все продают, и продавай, когда все покупают. Вот сейчас это время покупателя, мы очень гибкие, мы идем навстречу, и по первоначальному взносу у нас нет каких-то там жестких требований, сколько он должен быть. Все индивидуально. Подберем под вас график, подберем под вас объект, сделаем рассрочку, и, пожалуйста, в конце года этот комплекс уже запустится, со следующего года он будет генерить арендный поток, и вы также можете приезжать сюда отдыхать в свой дом. И к тому же, если вот у нас все срастется, да, мы, ну, попробуем, вот сейчас поедем дальше общаться, ну, так не происходит покупка в один день, да, нужно общаться, выбивать себе какие-то условия там при помощи Димы и так далее и тому подобное. Вот, эта сейчас история все равно остается такая, будем наблюдать в следующих выпусках, потому что, ну, страшно вписываться, тем более у нас, говорю, у нас нет на счетах там огромного количества денег, поэтому страшно. Ну, смотри, я еще хочу развеять твой страх, да, я так понимаю, ты боишься, допустим, вписаться в эту историю и потом не вывести, да, то есть боишься какого-то пропуска платежа. Надо понять, что мы не банк и мы строительная компания. Кроме того, у нас всегда есть возможность, ну, как-то продлить, да, срок тебе платежа или там пропустить какой-то платеж, это абсолютно не карается, у нас нету с тобой кредитного какого-то договора, у нас есть просто договор рассрочки. Соответственно, в самом плохом случае мы просто можем, ты, например, говоришь, все, я не вывожу, я потерял работу, YouTube в России закрыли, например, да, не могу платить. В самом плохом случае мы просто твою квартиру продадим. А деньги мои какие-то я платил? Которые ты внес уже, деньги, естественно, ну, тебе вернем. Ну, за какие-то, есть же неустойки, наверное, какие-то. Не все же так гладко, подожди. Ну, смотри, вообще по договору у нас стандартная неустойка предусмотрена 10 тысяч долларов. Это за что? За поюзанную мебель, да, например, потому что мы же тебе квартиру отдаем. Новую. Новую, со всей новой мебелью. Ты, условно говоря, год попользовался, да, там, поплатил какую-то часть и, как бы, хочешь вернуть. Ну-ну. Вот. При условии, что квартира будет сдана, ну, как бы, возвращена обратно в том состоянии, которым мы тебе отдали, этой неустойки тоже не будет. А эта неустойка, как наша страховка за то, чтобы ты, там, не вынес эту всю технику за год, да, там, не испортил. И потом, как бы, не вернул нам квартиру с недостатками, да. Да, я понял. Вот. А продать здесь не составит труда, потому что это сейчас мы продаем объекты, да. Ну, да, как бы, фундамент. Еще на фундаменте, еще года два-три назад объекты сначала строились все, и только потом, потом продавались. Сейчас очень мало здесь земли свободной осталось, очень мало таких комплексов, как наш, да, и видовых, и с хорошим соседством, и с хорошим обслуживанием. Это вот беда, некоторые говорят, да, вот там есть где-то объекты подешевле. Да, может быть, есть, но вопрос, что будет с этими объектами. Но поверьте нам, через год. Да, да, да. Да, да, и вот, например, я знаю, есть объект, да, например, он вроде красивый, все, там, по цене, может, процентов на 10, там, дешевле нашего, но рядом, например, живет частный житель, и там козочки пасутся. И там вот этот аромат... Ванили. Да, аромат ванили, он, как бы, распространяется каждый день. Да. Ну, зачем, да, то есть лучше вообще такие вещи не брать. И я еще к чему говорил, то, что вот если у нас все срастется, да, и мы все-таки сейчас договоримся по каким-то условиям, впишемся в эту 1 плюс 1, да, она для нашей семьи маленькая, но для базы, для перезагрузки норм. И к тому, что мы же будем показывать этот объект, то есть сюда по-любому будут приезжать люди, которые захотят здесь просто поснимать, и то есть те люди, которые вместе с нами купят здесь квартиру, и будут жить, и будут сдавать ее, то есть я уверен, что клиентов здесь будет неплохо, то есть... Мы однозначно вас будем привлекать, как бы, на какие-то рекламные интеграции, да, потому что, честно скажу, после, как бы, вас, да, когда вы, там, в прошлом году сказали, что вот есть, там, несколько квартир, да, там, что мы можем помочь, там, как бы, со сдачей в аренду, да, было очень много звонков, то есть все квартиры были сданы полностью, поэтому... В общем, смысл в том том, что... Ты будешь наш амбассадор этого коблиса. Ты уже амбассадор, вообще, в принципе, викингов. Ты уже амбассадор химеры, амбассадор викингов, мы тебе за это очень благодарны, и я надеюсь, что мы будем долго-долго еще с вами сотрудничать. В общем, сейчас важно вписаться, нужно вписаться вот в этот комплекс, смотрите, в общем, контакт я там оставляю, ребятки, мы сейчас поедем к Ибрагиму, Ибрагиму тоже мы уже показывали в выпусках, знакомились, там, интервью брали, мы просто привезли свои подарки, наш мерч, сейчас ему подарим, заставим его переодеться, вот, не знаю, согласиться или нет, вот, ну, это... Ну, сядем, я не знаю, чай попьем, пообсуждаем что-то там. Ну, поговорим по ценам, по срочке, какая-то. Отходов здесь не будет, то есть мы вас встретим, заселим в наш отель, накормим, Переезжайте вместе, пиво попьем, напоим, покажем все объекты, которые есть, выберем объект, заключим договор, и, кстати, забыл сказать, что у нас есть возможность рассчитываться рублями, сейчас уже тоже проблема, да, как бы с долларами, там, с евро, то есть можно, можно рассчитываться с нами рублями, у нас есть счет рублевый в России, как бы, просто по курсу, там, по-моему, полтора рубля к бирже идет, разница, вот, с курсом в Турции. Но ты же все равно покупаешь квартиру в евро или в долларах? В долларах, мы решили в долларах продавать, да. Ну, конечно, европейцы, они в евро покупают, потому что они, скажем так, у них нет этих долларов, они не знают. Слушай, смотри, ну, вот для меня, если, если я, к примеру, сейчас покупаю квартиру, там, стоимость, ну, условно, там, 170 тысяч, да, долларов, да, я плачу вам рублями по курсу доллара, и если доллар вдруг улетит в космос за 200, мой платеж относительно рублей будет тоже выше. Да, к сожалению, валютный риск... Вот я за это тоже очкую, кстати. Валютный риск, он имеет место быть, поэтому, конечно, если есть возможность, там, сейчас что-то побольше, да, заплатить по вот текущему курсу, Вход сделать побольше. Это только приветствует сюда. Нет, Дима, у меня, если мы конкретно про меня, у меня такой истории не будет, поэтому здесь либо ты рискуешь, ну, я точнее, либо, либо просто не покупаешь, ну, типа такого. Валютный риск... Вот как есть, просто говорю, и вот вопрос задаю, который меня волнует на входе. Я здесь полностью согласен, валютные риски никуда, как бы, не уходят. Я очень сильно надеюсь, что доллар, там, не будет сильно выше 100 рублей ближайшие, там, несколько лет, вот. Вот, ну, все считается, да, то есть, ты, надо, надо просто посмотреть, да. А в лирах ты не можешь купить? Лира же относительно рублю все равно стабильно. Конечно, здесь Турция, и ты можешь купить в лирах, но это будет по текущему курсу. И если ты, если ты, то есть, у тебя, если ты сразу рассчитываешься, да, у тебя будет платеж сразу в лирах. То есть, рассрочку по лире тебе никто не даст, потому что лира падает быстрее рубля, к сожалению, еще. И, допустим, сейчас... Что-то не получилось у меня. Да, сейчас лира, там, 31 с половиной, да, за доллар. Вполне возможно, уже к концу года она будет 40. То есть, это еще 25%, да, там, падение. Или 30 даже. Поэтому никто такие здесь рассрочки в лирах не дает, а в валюте это пожалуйста. Но я хочу сказать, что представляешь, через 5 лет у тебя будет, например, если мы тебе согласуем рассрочку на 5 лет, у тебя будет контракт, да, в долларах, да, ты несешь валютный риск, но не забывай, что здесь стоимость недвижимости, она все равно как-никак растет. В долларах растет. Да, пусть она в этом году не вырастет, да, в этом году не вырастет, но за 5 лет, я уверен, что там процентов на 30, там, может быть, эта стоимость поднимется. Потому что инфляцию никто не убирал, и даже инфляция сейчас в долларе. И ты посмотри, что в мире происходит. Даже сейчас, даже с такими ценами, да, то есть, недвижимость в Турции все еще намного дешевле, чем в Европе. Сто процентов. При этом здесь законы... Самое лучшее море. Да, здесь законы более, как бы, лояльные, да, нет вот этой истории с оккупасами, да, там, как в Испании, что кто-то может тебе забраться в эту недвижимость и жить. Здесь, в принципе, это все безопасно. А если к этой доходности еще у тебя будет доходность арендная, да, то есть, даже пусть она, там, от 5 до 10% в долларах, да, составляет на сегодняшний день. Блин, нужно тут вид так, а вот тут вот за моей спиной просто вид такой чума. Да, тут лес начинается. Здесь такой запах сосен вот этих. В общем, плюс-минус все равно, как бы, вложиться выгодно, но, как говорится, там, Диман, что-то я очкую. Да ты не очкуй. Да ты спокойный. Успокойся, да. Ладно, сейчас поедем, это, к Ибрагиму, попробуем пообщаться. Как говорится, первый заход сделаем. Все-таки там человек большой, я-то в любом случае этот, маленькая рыбка. Кстати, смотри, вот она, остановка тут же есть, то есть, здесь даже ходит транспорт. Во, кстати, да. И вот этот комплекс по соседству, это тоже наш. Это комплекс для персонала построили здесь. И дальше за вот Риверсайдом тоже будут, это тоже наша земля, мы тоже построим там индивидуальные виллы. Поэтому, кстати, кто, если, допустим, не хочет комплекса, хочет какую-то индивидуальную большую виллу, у нас уже есть готовый проект. Выпуск, смотрите. Да, у нас есть уже готовый проект, мы можем показать. Там, по-моему, виллы 4 плюс 1 со своим бассейном. У каждого свой бассейн. Шесть вилл мы построили. А цена? Ну, цена это сейчас еще обсуждается. Ну, короче, нет смысла даже про это поговорить, да? Да, если будет конкретный интерес, я пришлю проект, согласуем цену, то есть, и посмотрим. В общем, подчеркиваю так, если вы хотите жить вот в классном городе, либо приезжать и получать действительно удовольствие, реально получать кайф от всей вот этой природной красоты, то это однозначно Кемир. Если вы хотите еще и попадать в это крутое сообщество, то однозначно это Викинг. Ну, а мы поехали, и я пойду думать, надо потом еще Настенку сюда... А, надо посмотреть, Дим, какие вообще есть, чтобы хотя бы понимать... Это мы в офисе, да, можем посмотреть. Вот, чтобы понимать, что нам выбрать. Потому что вот угловая мне нравится, но ты говоришь, походу занята. Надо посмотреть, да, ее. В общем, тут сделка под угрозой. Главное, приехать туда, в офис. Главное, приехать туда, в офис. Воно уже видели, значит, где море находится, сейчас мы до него доедем, покажем пляж. Это вообще топовый пляж, наш вот, это самый любимый пляж Чим Юва. Мы доехали, смотрите, какой вид. Здесь парковка, в выходные дни, либо в праздники здесь все вот так вот битком. Сейчас мы одни, прикольно. А так выходные, да, Средиземочка, такой красивый коридор. Здесь что есть? Мангальные зоны, можно пожарить шашлык, туалеты, умывальники. Есть, значит, теннисный корт, детская площадка. Это все бесплатно. Кафе, рестораны, они работают в летний сезон, все открыто. Вот это пляж, это муниципальный. Если мы смотрим в ту сторону, там, по-моему, отельный. А вот в этой стороне все отельные пляжи. Здесь такая красивая-красивая набережная. Мы очень любили здесь летом гулять. Ну и еще, кто любит вонлайферить, вот, пожалуйста, огромная просто парковка, где собираются всякие импера, бусы. Ну и тогда, это вообще бесплатная парковка, да. Прям классная местная. Доехали мы в отель на обед. А мы к Ибрагиму же сейчас пойдем? Да. Тогда портфель надо зайдем. Вон, детишек припарковали, а сами идем к Ибрагиму. Я надеюсь, он должен здесь быть. Сейчас придем посмотрим. Это офис. Все, как домой, такой, тра-та-та-та-та-та-та. Ну, типа. Are you here, my friend? Yes, hello! Hey! Hello! Yes, hello! Good to see you, welcome! Камера, видео, okay? Yes, please, welcome! Good to see you, my friend. Yes, welcome! Please! Так. Ну, посними. Ибрагим, презент. Yes. Vacation, vacation, Shri-Lanka, family. Turkish love tea. Yes. Yes, 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 yes. Black tea. Black tea, Shri-Lanka. Shri-Lanka, oh, thank you very much. Okay? And... Thank you. That's good, very nice. And my brand, okay? Really, oh, I will... Wallah! Oh, my God, this is... This I like to, you know, have... Как там кружка будет по-нанглийски? Это скажи, что это финджан, по-турецки. Ah, финджан. Finджан. Okay. Black tea. Black tea. This means I have... C'yach chai. C'yach chai. Yeah, I have too much energy. Yeah, okay. Yeah, thank you, my friend. Вау. Okay. That was very nice of you. Thank you very much. Thank you so much. Так что, если вы хотите получить хорошую скидку, приезжайте к Ибрагиму с подарком. I appreciate it. Мы заставили Ибрагима переодеться и примерить футболку. Ну, а что в самом деле-то? Мерч должен носиться, а не просто так лежать. Yes, wait for the second time. Yes, super. Exciting, exciting, yes. Yes, exactly, yes. Whoa, whoa. Wow. Super. Yeah. Now you should buy also bus, minibus. Minibus, yes, yes. I love it. City tour. Yes, super. I like it, thank you. Thank you very much. But you already have Vito. Yes, we can do Vito. Yes, but Vito is good. Yes, you are good. Здесь в Кемере, на Мудлайте, есть очень потрясающая набережная. Это гора Чалыш, мыс Чалыш. Я вот все вот тут пролазил вдоль и поперек. и вот эта вот часть набережной здесь красиво очень уютно вот эти кафешечки с видом на бухту яхта зашла здесь летом яхты стоят их много вот в сезону первая зашла турция естественно у нас ассоциируется с чечевичным супом ну и конечно же с тыквенным всегда здесь готовим тыквенный супец раз будем варить огромную эту кастрюлю на два дня сразу у нас все готово блин я сегодня обедаю вот с таким вот прекрасным видом чтобы не прозевать диму по-быстрому сейчас приедем и поедем на к нашим зрителям которые самые первые купили квартиру в первом натурленде хочу позадавать свои вопросы но у меня вот есть свои кита который выпуски уже видели по квартире хочу позадавать да и в целом взять отзыв потому что мы говорим типа вот покупали покупали хочу познакомить с каждым нашим зрителям вкуснота у нас вот единственно что блендера нету мы так варили варили и все это дело вилкой разбили но достаточно классно блин как здорово всегда приходить в этот комплекс вот прям вот обожаю его здесь он мы постоянно ходили вот на эту гору здесь локация классно еще здесь есть огромный плюс что летом вообще всегда прохладно вот как на красной поляне вот квартира в которой мы жили вот пожалуйста первого этажа вышел мангальная зона мы вот сколько показывали получается вот дима он на третьем этаже опять дима да везде димы на третьем этаже купил квартиру на двухэтажное сейчас хочется его выцепить ну вон дома он уже мы с ним созвонились пообщаемся хочу позадавать свои вот эти вопросы которые меня интересуют он тут они брусья поставили вот слушай прикольно прискочать вот что значит спортсмены заехали я тебя еще я тебя поймал дима я буду тебе задавать плохие вопросы можно давай пойдем пойдем так ты не расскажи турники благодаря тебе но он один какой где он пойдем будешь и кувыркаться я буду тебе задавать вопросы я думал посмотрим уж вместе будем кувыркаться слушай я просто себе это хочу взять квартиру вот который строящийся в эту я тоже давай 2 8 а серьезно тоже давно дегасе не на суши в монтане нет монтана это вилла я хочу этот как он и реверсайт который ну там тоже можно вот у меня вообще есть просто вопросы такие как сам процесс отвечу как я эту квартиру покупал да 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 процесс очень классный на объездили всю аланию анталию искали рассрочку квартиру рассрочку а что-то мне дают но нигде не нашли нет такую рассрочку нигде не дают только вот в кемере в приеме я тебе дали клевую рассрочку да мне дали клевую рассрочку на индивидуальных условиях это я просто тоже воеваю ну вот прямо хочу какую такую люфе максимально у меня просто нет котлет надо очень договариваться уметь хорошо ты умеешь поэтому ты договоришься вот рассрочка очень классные выгодные первоначальный взнос выгодный и по платежам ежемесячным тоже классно это бывает такое что ты не платишь пока не то есть ты всегда там вот у тебя как-то какой-то график 1 месяц один раз в месяц ну и не бывает такого что это хопс и там пропустил либо там возможности ну бывает полгода 7 месяцев она уже быть не знаю больше больше мой почетный июнь июнь и август да вы же в мае по-моему брали 10 получается понял я просто ты про себя что думаю у меня же как бы блок основной и типа знаешь если вдруг ну там меньше реклама дать им было например то как бы я могу не заплатить то есть у тебя просто такой практике не было что ты там хопсы не можешь я вот за что переживаю это надо задавал просто вопрос думаю да и у тебя что-то спрошу у нас тут еще есть ребята но они сейчас это улетели я к ним тоже хочу докопаться с этими всякими вопросами ну позже я платил ненамного на несколько дней ну как бы нормально то есть я такого что а теперь себе дополнительно 1000 баксов не было у меня есть договор договоре прописано число и вот я каждый месяц в число ночью но сколько срок не будешь говорить про сручки не на раз срочки ну несколько лет норрой на ну то просить такой потеке нет отрижая даже эта ипотека она же ты платишь берешь одну квартиру платье три но теки а тут ты берешь одну и платишь 1 слушара строки дожди но ты попал в тот момент когда доллар подрос я попал тот момент когда долго подрос хотелось бы конечно чтобы доллар меньше был до я просто я Я плачу в долларах. Слушай, я просто с ними говорю, можно я в лирах куплю? Нет, ну в лирах оно и будет в лирах, только по курсу. Нет, а лира-то всё равно относительно рубля садится? Да. То есть доллар есть и это, а лира садится? Да, значит будет больше в лирах, больше в рублях. Ну в долларах... Ну то есть как, ориентир всегда же, куда пойдёшь, в евро, в долларах. То есть про лиру тут не говорят никто. Хотя покупаешь, у тебя будет сумма в лирах, то есть по сути это в лирах. Блин, но в любом случае в валюте. Если сейчас вписаться и он улетит за 200, то ты себя будешь офигенно чувствовать в кавычках. Ну да. Надо будет поднапрячься. Здесь получается серьёзный риск есть, вот если вот он улетит в космос. Ну да. Блин. А чё вот у тебя ещё какие... Поэтому надо открывать бизнес... В Турции? В долларах? Да, в какой-нибудь другой валюте, которая идёт примерно рядом с долларом. Слушай, погоди. А ещё же у тебя же есть какие-то дополнительные вот расходы, когда ты покупал её. Ты же не просто пришёл, пирог закинул и такой, о, спасибо за бумажку. Ну примерно так. Ну расходы ещё налоги вот эти, которые обязательные. А тебе сколько прописали? Ну, получается 3 плюс 1 я заплатил около 5 тысяч долларов налогов. То есть там всё, и оценка там... Прям сходу должен ты закинуть. Не сходу, это я потом когда... Поэтапно как бы, да? Сходу заплатил с меня Викинг все эти налоги сразу заплатил. Я просто внёс первоначальный внос. Серьёзно? И всё. А потом я уже налоги там в течение нескольких... Я просто капец тоже переживаю за эту сумму. Я знаю, что там тоже вход. Слушай, ну это хорошая идея. То есть они условно со своего, но они тебе этот платёж просто вкидывают. Не, я просто потом в лирах... Они мне в лирах заплатили эти налоги, а в лирах перевёл и всё. Ну с какой-то отсрочкой дополнительной? Да, да. То есть это я не сразу там... Ну мне записано там через месяц-два, может. Ага. Ты ВНЖ получил по ней? Да. И семья вся тоже? Пока нет. А почему? Получилось, что мы первый раз в Турции были... У нас просрочка была тоже, как у тебя. Мы попали на эти, на невыдачу туристическому. И вот взяли когда квартиру, у нас мы больше превысили срок. Ага. И когда вот сейчас вот мне дали, это на собственника не... То есть на меня оформлен и распространяется. А, я тебя всё равно. А жена, она как идёт уже как турист, ну как жена там по свидетельству о браке и... Объединение семьи это, да? Что такое? Ну не объединение, оно, как считается, не смотрит по-юридически, то есть на кого именно недвижимость записана. То это не распространяется закон. А тот вот, кто даже если ты в официальном браке, там свидетельство о браке, всё, то есть жена, ну это всё равно турист. Ага. И вот этот срок, он должно было пройти по-моему 180 дней, чтобы получить ВНЖ. А прошло там 170, по-моему. Ну то есть там чуть-то недели не хватило, но уже мы вот не успели. То есть мы подались и... А можно же бы это с шаттл Гириш вот это сделать? Да, да, да. Как мы делали. Да, да, да. Мы сделали этот шаттл Гириш. Шаттл Гириш вот это сделали. И всё равно говорит, неважно, в системе есть этот срок, что вы просрочили и не раньше, чем через 108 дней, по-моему. Мы же сейчас с этой заезжали, когда нас покошмарили. То есть сейчас вот, если она приедет, то... Да, я видел. Да, нас тоже кошмарили. Ну а что, полицию привели там. Ну мы штраф платили на выезде, когда вылетали. На выезде, когда прилетели, мы ничего не платили. Но нам он сказал, что типа либо штраф, либо депорт. Мы выбрали депорт. Ну и в итоге это, по приезду нам всё рассказали. Платите, либо выметайтесь отсюда. Мы заплатили. Ну небольшой там, что, 5000 лир. Но всё равно неприятно. Слушай, а вот ты что-нибудь перепланировку какую-нибудь делал в квартире? Ты мебель сам выбирал? Мебель, да. Она же у тебя был бетон, я помню изначально. Мы туда заходили, там вот. Когда ты её покупал, был бетон. Берёшь квартиру пустую. Ну? И ты выбираешь всё, что хочешь. Мебель на свой вкус. Стены на свой вкус красят. Робот-пылесос взял? Ровно нет. Такой гуляем. Пылесос есть, и я робот. Вот. То есть, всё это, опять же, вот как первое, да? Плюс это город сам. То есть, мы бы не взяли какие бы ни были рассрочки, если мест не нравилось. Ну, Кемер топ. Кемер это лучшее место в Турции. Сто процентов, да. Сто пудово. Это ни разу не Аланье, да? Да, да, да. Потому что Аланье и Анталии, конечно, мы там всё объехали, но не то. Не то. Не то. Вот. То есть, место раз, рассрочка два, первоначальный износ три, потом пустая квартира. То есть, ты делаешь под себя мебель, там всё, кухня, диваны, там, ну, что хочешь. Покажешь сейчас? Покажу. Что выиграл? Там порядок, всё. А то так здесь не снимаешь. Там трусы валяются, ну... Ну и ладно. Это. Какие ещё вот какие-то вот прям... Каждую среду турецкий вечер. Во, как тебе комьюнити, вот. Комьюнити. Всё началось с чего? С пьянки. Всё началось с пьянки и с голых женщин. Вот и танцующие. С танцующих. Ну вот. Так мы приехали в Кире. Ты монету закинул-то? Монету и бумажку тоже. А чё, он до бумажки был? Он там желание загадал. Сбывается? Да. Желание сбывается? Сбывается. Жена тоже посмотрит приятно. Мы уходим на турецкую, знаешь? Она тоже писала желание? Нет, она не писала. Я там танцующих танцевал, меня вывели на сцену. Вау, вау, типа... Как будто второй. Я потом устроил на работу? Переговоры идут. Классно. Можно, если чё, да. Аниматорам понравится. Кстати, вот если платёж не получается, пошёл. Отработал. Отработал. Чаевых настругался. Да, чаевых там. Просто надо такие стрингельные. Ну, супер. Короче, комьюнити тоже зашла. Началось всё, да, с места, с рассрочки и... С условий этих. С условий, да, то, что индивидуальный подход. То есть, ну, нигде такого нет, чтоб такую давали в плане денег. Это же первое, да? В общем, тебе и не год, и не два, и не три больше рассрочка. Ну, я сейчас не помню, но несколько лет. Нормально. Ну, просто как обычно происходит? Типа, когда знаешь, комплекс строится, тебе дают, вот, ты делаешь первый платёж, потом тебе дают рассрочку вот на момент строительства. Ну, да. А на строительство, то, что строится, это чего выгоднее? А здесь, как бы, у них там вообще... А здесь, во-первых, скидка от первоначальной цены была, то есть, которая попросила. От славянщика, да, чисто? От славянщика, да? От славянщика, да. Подгон. Вот. И комьюнити, да? То есть, несколько комплексов у викинга, где же тут русские люди можно общаться, все русскоязычные, да? То есть, это потом... Слушай, ну, здесь крутые тусовки проходят на Турленде. Ну, тут вообще-то... Летом особенно. Тут ты уже снимал уже. Да, да, да. Вообще жара. Вот в этом комплексе вообще жара. Просто здесь, кстати, тоже еще квартира продается. Не хочешь? Снизу себе взять еще вот это. Вот это? Да, сейчас ее тоже будут продавать. Ну, посмотрим. Это уже трехэтажная. А что там, пробуришь эту лестницу? Какие-то будут какие-то квартиры здоровые. Потом еще вот эту заберешь. Потом эту купил, эту и весь дом. Все, весь комплекс. Да. А что тут вот, Женя, ты Женя знаком, который виллу снимал? Да. Вот. Считай, она же по размерам, как один вот этот вот блок. Ну, потом второй блок берешь, и у тебя две две. Все. Шикарно. С бассейна. Ну, давай на турник что-нибудь это. Давай, давай что-нибудь попробуем. Давай. Давай. Давно не занимался сейчас попробуем? Ну, началось вот это вот. Давно не занимался. Опа. Тише, тише, тише. Ты же хрустнул. Опа. Это турник растет. У тебя страховка туристическая. Есть? Есть. Две. Все. Ну, все, тогда я не парюсь. Хопа. Ну, слушай, этого, этой штуки вообще не хватало здесь. Так, теперь я пошел. В Турции. Ты снимаешь? Да, теперь я пойду. Давай. В Турции с турниками напряг. Приходите в Нутерленд. Здесь есть турник, причем он сделан как для спортсменов. С нержавеющей перекладиной. Опа. Жук. Слушай, я последний раз когда делал, я делал 7 раз подряд. Сейчас не знаю, сколько смогу. Но. Так, раз. Раз. В смысле раз? Слышишь, я уже собрался слазить. Не, ладно. Надо сохранить. Десять. Десять. Ты считал? Есть. Супер. Не, я сейчас три недели это занимаюсь. Приходите на турник. Да. Ну, брусья, смотрю, стоят. Слушай, я уже похвалил, что брусья даже есть. Классно. Брусья и еще там тренажер для тех, у кого. Ну. Теперь пойдемте в квартиру посмотрим, что ты сделал с этим бетоном. Пойдем. Посмотрим, да. Добро пожаловать. Пошли. Пойдем. Фух, сбором. Шипс. О. Так, а цвет вы сами выбирали вот стен? Стены были все белые. Ага. 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 Сорян, кто в наушниках смотрит. Суздаль. Ага. А, это оттуда, да? Прям привез, да? Получается. Так, что вы вообще сами выбирали? Выбирали, начинался цвет стен. Ага. Ага. Вот стены были все белые. Можно было любой цвет. Ну, может быть, бурмалином покрасить. Так, ну там у вас ванная. Ну, понятно, это все здесь стандартная. Кстати, она очень просторная. А у вас здесь нет душевой? Это гостевой, видимо, да? Это да. Прихожая. Угу. Кухня. Окей. Так, ну что, здесь? Кухня тоже, ну вот в серый мы прихожей цвет покрасили. А, бытовая техника еще, мебель, и бытовая техника все от викинга. Угу. Офигенно. То есть ты не выбирал его? Ну, вот этот я просто взял получше себе. Он широкий какой? За доплату, да. А, то есть ты его за него доплатил? А стандартный он, ну, поменьше такой. Ага. Ну, тоже хорош. Но. Ну, я говорю, ну, мне вот поширить чуть-чуть. Прикольно. Ага. Вот, то есть посудомойка. Духовка. Да. Вот это, варочная панель, вытяжка. А почему это газ не стал ставить? Газ опасный. А, что только-то здесь тоже есть у людей газ. Да. О, фильтр ты себе поставил, да? Фильтр это, да. Это уже я сам поставил. А, ты сам уже ставил? Я уже сам поставил. Ага. Чтоб водичку не поставил, да? Восемь ступеней обратный осмос. О, короче, понятно. Когда у тебя окошки выходят? Окошки выходят на соседей и на кладбище. Вот тихие соседи вон там, да. А там самые тихие, получается. Да, тут тихие, а там самые. Прикольно. Вау, здесь тут сразу был уклон. Ну, там вид зацени. Слушай, нечего смотреть, сидишь так вот на диванчике. Я тут лежу. Ага. Вау. Не, ну круто. Смотрите, какой круговой вид у людей бывает. Понимаете? Вот это да. Вышел сутричка с чашечкой кофе. У меня сейчас тоже вид прямо на Тахталы. Прям на снежную вершинку. А там вон она сейчас в тучах. Я тоже видел. Стол огромный бездоплан брал. Это все включено. Я доплатил только за холодильник и за телевизор. Ага. И все включено. Здесь, кстати, в каждой комнате ставят кондеры. Вот что, кстати, очень важно. Кондеры тоже включено. Здесь пять кондеров. Тут? О, второй этаж. А, эту комнату. О, ни фига. Сексадром. Да, это у вас сколько здесь обычно людей? Сколько по месяц. О, телек. Доплачивал? Да, вот телек, он стандартный, поменьше чуть-чуть. Ну, 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 ну. Ну, я побольше взял этот с доклада. Ага. Мебель тоже сам вот подбирал, да? Да, да. Мебель эта вся в ЦУЭТ. Слушай, прикольно. А, ну ты вот это тоже все доплачивал. Не, ну это я уже купил, да. А, все, понял. Самостоятельно. ЦУЭТ. То есть стены в ЦУЭТ. ВЕЩ. РУУЗ. 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 БЕСПЛАТНЫЙ ИДИТЬ ЖИВЕШЬ. БЕСПЛАТНЫЙ ЕШЬ. БЕСПЛАТНЫЙ КУПАЕШЬСЯ, ПАРИШЬСЯ, МАССИРУЕШЬСЯ ЗА ДОПЛАТУ. Правда. МАССАЖ, ну, ВЕЗДЕ. МАССАЖ ВЕЗДЕ ЗА ДОПЛАТУ. Ага. Смотрите, как красота. А ты не хочешь достеклиться? Да. Зачем? Тебе, в принципе, комнаты так хватает, да? Здесь все рабочее место. Да, там проснулся, он тебя разбудил, да. Он тебя разбудил, искупался в бассейне, сел на велосипеде. И на море. За спорт, да? Что ты здесь делаешь? Стримишь? Работаешь? Что я делаю? Я здесь работаю, да. Потому что я кто? Правильно. Я продюсер Школы Здоровья Семи Кондаковых Дмитрий Кондаков. Ну, это, собственно, ваша школа. Ты ее и продюсер, да? Да, я ее продюсер. И вот, да, благодаря нашей школе у нас есть. Ссылку оставим? Ссылка в описании. Супер. Отлично. Так, ну пойдем тогда дальше. Пойдем. А что за здоровье? Ну, а что за Школа Здоровья? Ну, так в двух словах расскажи, пока поднимаемся. Школа Здоровья Семи Кондаковых мы лечим людей без химии, с помощью натуропатии, нутрициологии и… А лечите от чего? У меня алкоголизм. Отлечим от всего, кроме оперативных, экстренных случаев. То есть, когда требуется операция, человеку нужен хирург, то мы его говорим, sorry, тебе уже нужно к другому врачу. А от остальных болезней мы все лечим и помощники, то есть, нутрициология, да, это как питание, а натуропатия – это более общая наука. И у меня эксперт Наталья Кондакова, она доктор натуропатии, у нее медицинское образование, она знает влияние всех и химических и нехимических веществ на организм человека, поэтому вот и помогаем с помощью… Ну, они называют БАДы, да, если в просторечии… В простонародье. В простонародье, да. Вот, а на самом деле это нутрицифтики, то есть, это не химические натуральные вещества, которые продаются во многих аптеках, и вот это как помощники, ну, грубо говоря, витамин. Угу. Больно второй этаж. Больно. Какая здесь лестница, у нас крутая, слушай. Здесь шкаф для чемодана. Ага. Сигурный чемодан. А я думал, ты сейчас откроешь, там майнинговая ферма такая, знаешь? Да. И скелеты какие-то. Ну, прикольно. Это тоже ты встраивал… Это дополнительно, да, заказываешь. Угу. Окей. Вот это еще тоже поставили, тоже включено все. Я говорю, я хочу, чтобы у меня собачка, да, тут вот не падала с лестницы. То есть, если здесь, чтобы не падала, тут уже не важно, да? Там нормально, там… Там уже пониже, да? Там низко хотя бы. А вот тут эту вот стеклошку поставили очень удобно. Да, я гирлянду увидел, я думаю, что до сих пор Новый год, что ли? Реально Новый год. Я уже спалил емкость в зеркало. Да, ухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу санузла получается внизу без души но там можно сделать то что мы сказали зачем он третий душ нам и дух хватит действительно слушай простор на балкон да вот почему раз когда-то знаешь что когда вот она в бетоне мне казалось что вот эти стены как-то них придавливают вот эти скосы а получается что ну очень даже это принципе нормально так здесь прям нереально такой детский балкон чтобы никто не вывалился на а у тебя видно астероид кстати город это ну пойдем дальше что там есть в твоем логове суши но очень большая конечно квартира прям просто душ туалет ну в смысле душ туалет можно и внизу где хочешь туалет нас везде полочку вы ничего по полочкам ставите это сейчас так модно полочка висит на баночке стоят вот угадайте почему так он напишите в комментариях продумает потому что полочка есть так а здесь что здесь кабинет твой кабинет доктора а доктор на утропатии наталья михайловна кондакова для нее все я работаю складник для это все ты дополнительно покупал или все включено все включено то есть то есть просто герам не вот такой стол ты его выбрал не гордок ей да такой стол такой стул такие стены комод зеркало цветовую хотите цветок на тоже включено супер и так ну и второй балкон да получается здесь второй балкон тут смотри сюда выходишь а это что за комната вот заходишь я по откуда она появилась сквозной получается что прикольно и вид на горы по вечерам такие как у вас это зимой полы я же нет прогрева отлично зима вот прошла новый год остался подогрева нет и но у вас ламинат да она насто плитка там лежит в этом я здесь что то что как бы солнышко светит на кружи нагревается всегда солнечная сторона помощи с вас слушай закаты роскошные прямо вот сюда солнце падает на и запах вот вечером особенно вот это хвои то здесь на по сравнению с той желание анталии я уже молчу там другие города здесь хвойный лес не но тут слушай тут вообще я не знаю как вот можно есть для тех кому важен здоровый образ жизни вечером происходят хвойные ингаляции то есть сосна накаляется за день оттуда вечером а значит когда сосна начинает свистеть потом сильный порыв ветра и зелень такая поднимается в воздух в геленджике такая тема мы стояли в мае ничего не нет никакой пыли нет только запах а это водопад смотри вон туда вот вдаль вещь как будто водопад стекает не похоже да или так скосила концы летать обвалом они недалечо так все это очень я хотел с димой пообщаться еще в том году по поводу вот как вот он по отзыву да вообще вот как он для себя считает покупку этой квартиры но собственно вы сами все слышали мы очень долго вообще залипли потому что эта школа их медицинская она конечно прикольная там мы залипли горю часа на полтора с ним общались еще бы общались но имущество летать в москву поэтому отпустили но классно вот про что я говорю что кемер это самый лучший город здесь самая классная да не дешевая согласен недвижимость но купить здесь недвижку это это просто вау ух ребятки в общем порешали мы с ибрагимом в принципе что мы хотели уточнить и выпросить почти выпросили остались там ну мелкие недочеты вот как например дима говорил что за него сделали платеж вот этот налог и пошлину какую-то надо оплатить вот конечно я бы тоже хотел чтобы это пошлина и налог включили там в платежи поэтому скорее всего следующий выпуск уже покажем как мы все подписываем как вносим первую первой платеж короче вот на момент окончания это выпуска до сих пор страхово все это делать я понимаю что это нужно в общем ладно давайте все это дело обсуждать в комментариях все нужные важные ссылки также есть в описании смотрите переходите ну и как говорится давайте становиться соседями не только по комплексу а по всем этим комплексом кемера в обществе викинг фэмили пойдем короче с в отель уже так сказать отмечать наши первые шаги в покупке квартиры в турции вот такой вот большой компанией мы враги он приготовил или нет это просто фирменный или что это такое не она так дима расскажи это десерт нам принесли от ибрагима это фирменная турецкая сладость называется тыква и тахмин тахил тахим тахим короче соус почти как тагил нет очень-очень вкусная блюда советую всем попробовать то бывает в турции именно именно в этом заведении надо пробовать не но можно пробовать в разное но желательно в этом желать я и говорю в этом мне не желательно обязательно так и что пробуем настен это десерт от ибрагима попробуй а ты уже пробуешь вон а сенку уже пробует пиква дай теперь моя очередь по сути ну это кусок тыквы то как-то специально приготовлен и он холодный в каком-то соусе типа ореховой пасты что ли но это очень вкусно на самом деле